ну что ж всем привет давно к этому шоу месяца на полтора два все руки не доходили то ноги не доходили у меня сейчас вот такая вот штука на ноге вот такой вот симпатичный чулок на этой ножке такой же симпатичный чулок на второй ножке это чтобы у меня тромбоциты не отошли вот эта беда называется брейс которая регулируется у нас по градусам первый же день после операции мне выставили на нули нога вообще не сгибалась две недели ходил на нулях через две недели мне врач поставил на 60 градусов теперь я могу ее чуть-чуть сгибать тренировать во время тренировок конечно мне его снимать не разрешается как вы понимаете все там внутри чешется и болит в общем суть в чем вот этот сюжет эта передача наверное все таки будет посвящена большей степени спортсменам спортсменам не только теми кто занимается боевыми единоборствами а как я выяснил лежа в травматологии городской города абакана у нас разрывы там травмы менисков сухожилий связок крестовых задних передних боковых подвержены но практически все люди большей степени конечно спортсмены большая часть как выяснилось подвержены это у нас волейболисты баскетболисты и хоккеисты то что у них очень большая нагрузка на колени идет спортсмены каратисты там любые другие боевые единоборства да тоже подвержены но более меньшей степени еще проблема такая что видите вы можете вообще не заниматься спортом и повредить ногу подобная травма была у моей мамы лет 15 назад когда она просто из маршрутки в осенне-весенний период выходила подскользнулась потянула порвала все связки на ноге то есть ситуация может случиться с любым человеком который даже к спорту не имеет никакого отношения знакомый тоже из машины выходил зимой на заправке нога просто из под него ушла и порвал себе связочки то есть здесь нельзя такое сказать прям категорично все все спортсмены инвалиды нет есть много спортсменов которые вообще по удивлению даже куда большому они не имеют никаких травм это с одной стороны и очень хорошо но многие конечно спортсмены получают травмы именно коленей основная наверно причина и вот поэтому по этой теме как раз я хотел бы снять вот этот сюжет на своем личном опыте я честно скажу травму меняете уже давно больше пятнадцати лет в основном одну травму я на тренировке получил левое колено там мениск вторую травму я получил не поверите в тайге в лесу был период жизни когда я даже лес валил и чекировщиком работал но в общем при сборе леса нога ушла между двух деревьев и на излом я порвал свои связки прошло много лет с коленями я мучился десятилетия скажем так ну или 15-17 лет я мучился постоянно они болели и как и большинство людей какие-то определенные страхи особенно когда вернулся в спорт это произошло шесть лет назад я начал тренировать я понимал что если я сделаю операцию я выпаду из тренировочного процесса у меня очень много учеников больше ста человек дети и родители и я понимал что если я лягу на операцию то на какой-то промежуток времени я выпаду из тренировочного процесса сейчас конечно проще я уже вырастил своих учеников люди уже работают помогают мне тренируют поэтому все таки я встал и пошел пошел хорошим людям переговорили посмотрели меня очень хороший человек помог мне сделали мне мрт обоих коленей я фамилию не буду называть его очень сильно благодарен от души благодарен я знаю что я в неоплатном долгу перед ним но я надеюсь когда-нибудь в этой жизни и не раз я смогу ему также ответить своей добротой своей помощью мир не без добрых людей поверьте по операции мне повезло я попал к одному из лучших травматологов ортопедов республика кассии городской поликлинике у нас есть коган вадим матвеевич я лично попал к нему на прием он осмотрел сказал что все печально готовься изначально мне сказал что будет три операции две операции на правое колено и одна операция на левое но самое интересное на самой операции у меня случилось чудо вадим матвеевич решил сделать мне все за раз облегчить тем самым мои страдания и мои усилия сделал двойную операцию за один раз операция шла более четырех часов около четырех полных часов с подготовка если брать честно скажу я был сознание спинномозговое обезболивание было ноги у нас отсекаются мы их не чувствуем как будто ничего нет их абсолютно а вот а верхней частью я все чувствовал соображал разговаривал общался юморил до определенного момента пока меня не попросили не шутить чтобы мне там ничего лишнего не тресать не пришли ситуация была такая что я понимал что делать серьезные операции позже мне конечно подробно рассказали что и как делали и это была огромная работа я очень благодарен вадима отвечу я очень благодарен врачам которые секундировали помогали ему я очень благодарен своему лечащему врачу не буду особо фамилии называть кого надо узнать очень благодарен я понимаю что все сделали на очень высоком уровне я слышал как они между собой общаясь во время операции я слышал как они и переживали и сопереживали и какие-то моменты были трудные когда что-то в какой-то момент может быть не получалось сразу как хотелось потому что операции было самом деле очень серьезно напомню у меня минист был разорван также у меня основное было пронокрестовидная передняя связка подробности я сейчас сдаваться не буду в дальнейшем видео скорее всего но ситуация такая кратко хотел бы в общем сказать в городской поликлинике в травматологическом отделении лежал я в девятой палате лег я в среду 3 октября это буквально три недели назад 5 октября мне сделали операцию и через 13 дней после операции меня выписали с больницы за этот период пока я после операции находился в больнице конечно мне обезболивающий каждый день кололи очень мне понравилось обслуживание мне понравилось как за нами ухаживали я честно скажу как в СССР душевно никто не ругался где-то может маленько ворчали ну так понятно особенно когда ты на сутках там есть такие пациенты это ладно я там улыбаюсь хихоньки хахоньки а были пациенты очень тяжелые которые там с трехэтажным матом встречали но причем при этом профессионализм профессионализм наших врачей и медиков на сегодняшний день очень высокий и я честно скажу мне там понравилось когда через полторы недели мне предложили на выходные домой съездить я отказался и остался на субботу и воскресенье понимая что во первых с моей серьезной травмой можно не дай бог где-то оступиться усугубить во вторых там очень хорошее питание в общем больницы мне очень понравилось 7 дней я проходил УВЧ ультравысокие частоты вставочка будет по аппарату с 63 или 65 года до сих пор производят конечно их немного модернизировали но основная функция до сих пор та же работает что еще было интересного на лифте я там ездил на грузовом что по лестнице у меня не было возможности спускаться напоминаю что у меня стоит брейс на колени который под ноль градусов у меня стоял первые две недели у меня колено вообще не сгибалось на костылях конечно было неудобно по улице и по больнице я ходил на простых костылях средняя цена в аптеке около 800 рублей и так вот плавно я перешел на примерные расходы за ну скажем так те расходы которые понес непосредственно в момент лечения и так далее простые костыли они у меня просто стоят возле коридора я в них на улицу с ними хожу на них не в них на них хожу по улице взял бушные не заморачивался что-то в интернете на авито за 500 рублей причем там даже мне сказали назад принесешь мы тебе 200 рублей еще дадим как прокат бог с ними забыли в больнице там со мной мужчина лежал в палате инвалидом второй группы по моему у него вот такие вот костыли были ему каждый год выдают и вот такой вот бодажок очень удобные вещи вот эти все два костыля и бодажок вот такой вот у нас они то есть здесь смотрите у нас есть регулировка очень удобно на костылях тоже самое по высоте они регулируются смотрите все новое домашних условиях использую без пробега так сказать по улице резина новая летняя в общем такие вот такой бодажок в среднем 400 500 рублей стоит у нас в аптеках во всех в ортопедии такие костыли в среднем один костыль 600 рублей дома хожу очень удобно практически на больших неудобно костылях ходить затем по расходам вот такие вот таблетки детролекс взял 60 таблеток первые две недели пьешь по две таблетки каждый день потом еще пьешь по одной таблетке а он 10 дней вот такие вот тирофлекс стимулирует восстановление хрящевой ткани 200 капсул стоит 4000 так эти таблетки вышли 1500 рублей и вот такой вот укольчик завтра как раз у меня понедельник 29 число вот такой вот укольчик у меня их два один идет фирматрон с второй фирматрон плюс отличаются они дозировкой то есть фирматрон плюс он идет полтора процентный раствор гиалурната натрия двухмиллиграммный как мне позже сказали если я буду ставить вот такие уколы то мне понадобится 4 штуки средняя цена в городе абакане на данный препарат фирматрон плюс 6000 рублей в основном не минус плюс а в основном плюс до 6900 я видел самая максимальная цена а грубо говоря 6000 да вот этот вот аппарат препарат уже фирматрон здесь идет содержание так протез синавиальной жидкости содержащий 2 и 3 процента раствор гиалурона натрия 3 миллиграмма то есть в два раза получается практически он больше по составу а здесь по миллиграммам еще идет у нас гиалурон натрия 30 миллиграмм на 2 миллилитра а здесь идет 69 миллиграмм на 3 миллилитра то есть ну скажу на треть в чем-то вот два с половиной раза в чем-то на на треть здесь состав больше он более густой идет и как мне объяснили вот вот этот препарат стоит у нас от 16 до 17 тысяч в абакане не буду не знаю сколько по России там плюс минус да грубо говоря но в абакане на сегодняшний день мы нашли данный препарат за 16 тысяч самая дешевая цена сказали если я буду ставить этот аппарат то один раз если буду ставить этот аппарат то 4 раза по деньгам 16 тысяч 6 тысяч если один раз 16 тысяч то это 4 раза по 6 умножаем и того 24 тысячи этот препарат у меня забирают как видите он весь опечатанный забирают те кому не нужна такая дозировка как у меня у меня дозировка видите большая потому что более серьезная операция если вы просто мениск восстанавливаете да там вам лечат я уже не знаю не вникал еще в этот процесс то у меня левое колено сказали через полгода смогу сделать вторую операцию то там да хватает достаточно один раз вот этот укол максимум 2 раза и нормально в общем это у нас по мед препаратам ну вот и считаем полторы дитролекс террафлекс у нас 4 тысячи без 100 рублей и укольчик 16 тысяч плюс вот этот вот брейс средняя цена на него 8 тысяч этот мягкий двухсторонний то есть он универсальный на правую и левую ногу с регулировкой есть еще подобные односторонние они черные как правило здесь железо только идет боковой фиксатор а там есть железо которые контролируют еще заднюю как правило часть те идут по цене где-то около 8 тысяч этот я взял 6 тысяч ортопедии плюс нашли причем я выбрал бушный но он стоит 8 тысяч на тот момент у меня на следующий день должна была у меня и состоялась эта операция но без брейза мне сказали что будут накладывать просто гипс и это было бы очень непрактично неудобно поэтому искали всем городом спасибо всем огромное я знаю кто мне помог вспомогали все но я знаю кто конкретно помог спасибо вам большое нашли мне этот брейс привезли мне его выкупили вот и считаем грубо говоря брейс 6 тысяч таблетки 4 тысячи плюс 16 26 плюс полторы 27 с половиной и костыли вот эти я вам сказал мне за тысячу рублей они новые все в упаковке были просто со скидочкой получились плюс тысяча того 17 с половиной тысяч у меня почему 17 с половиной тысяч 27 еще раз брейс 6 плюс 20 26 27 500 28 500 это вот буквально то что вот на виду основные так сказать расходы да дополнительно были там еще какие-то мелочи да уколы сейчас еще купили обезболивающие наподобие китарола которые в том числе снимают различные там побочные эффекты и так далее но они недорогие что-то в пределах там со шприцами в пределах там 300-500 рублей вот по сути где-то 28 28 тысяч у меня вышло непосредственно на фиксатор коленный брейс на укол самый дорогой конечно здесь укол идет он сразу 16 тысяч ну и все и вот эти таблеточки тоже около 4 тысяч там без 100 рублей может даже меньше вот так вот еще смотрите мне дали рекомендацию по поводу того кому надо поставить на паузу по поводу того по поводу восстановления и наблюдению травматолога по месту жительства я так быстро зачитаю так ношение фиксатора колеса в течение 6 недель с момента выписки снятие фиксатора на время проведения физических упражнений разработка движений со второй недели после операции днем в покое и ночью ношение фиксатора в положении разгибания то есть на нуле был у меня ходьба при помощи костолистической опоры нагрузки на оперированной конечности не более 50% от веса тела в течение месяца после операции то есть у меня прошло 3 недели после операции ну соответственно мне еще неделю осталось ходить с костылями с 50% нагрузки так ходьба по 15 минут 4 раза в день первые 2 недели после операции бег трустое переседание через 6 месяцев исключение контактных видов спорта в течение 9-12 месяцев то есть мое карате соответственно страдает лечебная лечебная физкультура с целью разработки движения в коленном суставе укрепления мышц голени и бедра сгибания коленного сустава 20 градусов со второй недели после операции в течение двух недель то есть грубо говоря сейчас вот я с 20 градусов до 60 Вадим Матвеевич мне настроил мой коленный брейс и на разгибании ну к сожалению на разгибании я пока на 50 процентов на 50 градусов могу сгибать иначе мне болезненно все это проходит после этого я иду на магнит магнит как-то мне боль снимает опухоль снимает и мне становится легче так занятия на велотренажере с девятой недели после операции ну вот ниже пишут возможно внутрисосновное введение препаратов гиалуроновой кислоты это как раз вот эти вот шприцы которые ну вот я решил что буду ставить за 16 тысяч шприц 2 и 3 там все 3 миллиграмма получается да гиалурон ферматрон остеонил после купирования синавиита не знаю что это означает так хондропротекторы курсом 1-2 раза в год это артр одна таблетка 2 раза в день номером 60 а флутоп внутримышечно номер 20 я кстати знаю что у нас качки колят осенью и весной периодически и те спортсмены которые более-менее серьезно занимаются физическими нагрузками чтобы укрепить свои суставы расслабить мышцы там и так далее они прокалывают пропивают эти таблетки я честно скажу в прошлом году прокалывался как раз а флутопом и артрупил да препараты не самые дешевые но после них чувствовалось реальное облегчение прям на самом деле чувствовалось облегчение это у нас вот такая вот разбросанная с вами рекомендация я завел календарь себе то есть наконец вот у меня грубо говоря там с 3 числа октября я начал что пошагово я расписываю у меня были какие со мной манипуляции проведены операции там и так далее и так далее и вот расписал где когда у меня плавание начинается когда у меня бег приседания когда у меня контактный спорт аж в июле начинается примерно 5 ооо кошмар дал так плавание брасом вот у меня в общем я расписал для удобства в календаре и так же дополняю когда что мне делать костыли кстати 5 ноября я уже должен буду отбросить перейду на бодажок все равно буду стараться сильно не грузить тренировать буду обязательно ноги уже тренирую каждый день но при этом постараюсь большую нагрузку не давать чтобы не было не дай бог никаких осложнений не нужно форсировать в этом случае кто-то начинает усиленно заниматься там доказывать самим самому себе и окружающим что я такой крутой я могу все это быстро восстановиться и в конечном итоге у них появляются какие-то осложнения я форсировать не буду периодически буду определенные видео выставлять у меня уже на сегодняшний день накопилось очень много снятого материала не знаю в этот ролик включу не включу по ютубу там есть ограничения мне сказали что могут забанить даже канал если я там буду выставлять что-то связанное с кровью например как вот мне делали пункцию колена когда жидкость выкачивали я это все снимал на видео как мне снимали швы как вот завтра хочу отснять видео как мне будут ставить этот укол вводить гель этот в колено и вот таких моментов у меня очень много в том числе быт мой непосредственно в больнице когда я лежал в городской поликлинике в травматологическом отделении общение с врачами общение с медицинским персоналом было много интересных таких забавных моментов были камерзовые моменты все старался снимать снимать в хорошем смысле не ставил себе цель каких-то провокаций делать и так далее но я человек с чувством юмора поэтому чтоб там совсем не запечалиться приходилось где-то юморить не все конечно адекватно это реагируют но было забавно и хотел бы еще сказать по выписной так выписная вы эпикрис выписной мой эпикрис так кратко так я находился на самом лечении в травматологическом отделении абаканской МКБ с 3 по 17 10 диагноз основной неполный продольный разрыв внутреннего мениска правого коленного сустава отрыв передней крестообразной связки так хондромаляция 1 и 2 степени гипертрофия основальной оболочки пациент поступил на течение планового порядка обследован в поликлинике смотрен травматологом так МРТ правого коленного сустава МРК частичное повреждение передней крестообразной связки МРК признаки горизонтального разрыва заднего рога внутреннего мениска я тут половину честно скажу сам не понимаю ах особенно спортсмены сейчас кажут ёлки палки что же тебе там так запущено да врачи говорят всё запущено было сильно запущено было единственный плюс у меня был по идее с такими травмами уже ездят на коляске как минимум ходят на кострелях но напоминаю я сам тренируюсь ну сейчас уже не так активно до этого я более активно тренировался карате как вы знаете я президент Абаканской федерации Киев Кусенко карате также тренер по карате и я очень сильно загружал грузил вкачивал свои ноги травму мне это давно и в свое время мне даже хотели ставить инвалидность я отказался и начал просто физически вкачивать потому как правило у спортсменов которые приходят уже созревают на операцию у них там мышечный каркас хороший и они приходят на своих ногах но по факту все было очень сложно все было очень серьезно итак так пятого операция 5 октября 2018 года так артероскопия правого колена сустава порциональная резекция медиального мениска и сечение культи ПКС правого коленного сустава частичная синавэктомия саннотация сустава артероскопическая реконструкция передней крестообразной связки правого коленного сустава послеоперационный период протекал гладко за время лечения стационария отмечалась положительная динамика боли в покое не беспокоят получал лечение симптоматической противоспалительной терапии профилактика инфекционных амбологических ослаждений проводились перевязки выписывается на этап амбулатурного лечения по месту жительства в поликлинику под наблюдением травматолога ортопеда хитур хирурга явиться на прием не позднее 22-го с 3-го 10-е по 22-е так выписка первым травмологический пункт анализы белки ли это поля там какие я в этом все равно не разбираюсь цифры я вам говорить не буду но меня бы сами понимаете не выписали если бы у меня анализы были не очень хорошие сказали что анализы хорошие иди гуляй так рекомендации наблюдение травматолога ортопеда хирурга в поликлинике по месту жительства щадящий режим ограничение физических нагрузок до 4-х недель то есть в течение месяца грубо говоря я должен ну себя беречь вот я уже вторая неделя как выписан из больницы я честно скажу первую неделю я расслабился зря нам конечно это сделал я дал нагрузку за что поплатился меня мучает температура вообще возможно я еще поймал вирусяку но вирусяк какой-то странный у меня нет ни кашля ни соплей ой кошмар но это я шучу конечно но у меня температура скачет туда-сюда ночью я в мокром поту то есть подо мной прям лужа даже днем сегодня вот меня вырубило я проснулся от того что я в мокром поту потом у меня начинается озноб и это у меня уже продолжается вторую неделю температура скачет 37 38 37 38 не знаю что но это мне дает какие-то такие напряги неприятные мало того последнее время не всегда получается уколоться сейчас скажу попка уже от уколов сине-фиолетовая что с правой стороны что с левой стороны и другой раз уже думаешь может не надо таблетки особо не стараюсь не пить потому что от таблеток и желудок болит и по почкам сами знаете бьет и по печени это все бьет а вообще приходится обезболиваться если не обезболить то вчера по какой-то причине вроде вечером ничего не болело колено не обезболился а всю ночь так оно у меня было и ныло уах тянуло болело с утра укололся вроде что хотя все равно даже сейчас я сижу у меня колено прям моет так продолжим третий пункт ЛФК лечебных скультур разработка левого коленного сустава четвертый прием кондопротекторов терафлекс одна таблетка два раза в день в течение четырех недель далее по одной таблетке до шести месяцев то есть до полугода я буду принимать терафлекс вот эти вот таблетки я их взял сразу 200 там я посчитал мне нужно будет 240 капсул больше упаковки не было ну 40 капсул я думаю докупим там уже как бы не так важно не проблема так и внутрисосновное введение препарата гиауроновой кислоты это вот этот уколчик который у нас с вами за 16 тысяч рублей плюс я еще пью дитролекс пропиваю он тоже очень полезный хороший вот как то так это вот все что основное я хотел вам сказать на этом этапе что еще интересного было пока лежал в больнице за период у меня после операции уже четыре раза взяли пункцию колена то есть лишнюю жижу откачивали процедура как сказать ну да обезболиваться в принципе не так уж и больно больше наверное страшно чем больно так как и все остальное что еще интересного было да было интересного много после операции есть такой момент кто в дальнейшем будет ложиться на подобную операцию либо по мениску либо может даже по замене колена здесь тоже делают может по операции как у меня восстановление связок да очень такой интересный нюанс после операции на вас одевают чулки либо бинтами заматывают и вы так сутки не менее должны пролежать в горизонтальном положении кушать ну все по-разному мне после операции сразу разрешили покушать кому-то после операции там говорят через четыре часа можно покушать но не суть важно водичку пить можно вот такие маленькие нюансы сейчас перед тем как вы ложитесь в больницу да первый день вы сдаете там где-то анализ крови дополнительно сдаете какие-то анализы а буквально вот завтра у вас с утра операция вечером вы бреете ногу которую вам будут оперировать а я честно скажу по неопытности у меня ноги довольно таки волосатые ну вот могу продемонстрировать допустим на левой ножке видите я ее не брил на правой это все выбрито в общем бритвы взял одноразовые взял станки и обычный станок джилет пяти лезвий да я так душевно души гелем намазал а у меня бритвы брить она у меня в три секунды забивается и все в общем послушал там уже совет бывалых так сказать и не надо никаких гелей не надо никого мыла ничего берете просто станок берете просто ну там ванны есть душевые и направляете поток воды и начинаете скрести периодически очищая лезвие где-то около полутора часов я свою ножку выбривал такая гладкая была интересная ну да ладно не об этом что еще из нюансов вечером на выбритую ногу еще придет медсестра полирнет ее проверить чтобы не было особенно на оперируем месте на колени никаких там лишних волосиков и так далее и накладывать полу спиртовую повязку на ночь утром вы ну вот у меня чулки были они проще я одел чулки на саму операцию поехал в чулках а те кто попроще операции они бинтами заматывали с утра бинтами главное честно скажу с утра до вот этих всех процедур двигать в туалет потому что потом я напоминаю после операции вы будете минимум сутки лежать лежа если вы в течение этих суток поднимите голову а я напоминаю у нас идет с вами анестезия идет у нас спинномозговая то есть вам вводят начало простой укольчик обезболит а потом вводят в позвоночник уже спинномозговое обезболивающее да и вот эта лишняя жидкость которая у нас в позвоночнике с вами появляется при анестезии она в конечном итоге будет сказываться на ваших головных болях у всех по-разному кто-то буквально в этот же день после операции через несколько часов встал пошел в туалет и потом все за голову и сутки двое-трое у них головные боли потому что идет нарушение жидкости то есть жидкость начинает бить в голову а были случаи когда вот сутки лежит на вторые встал и то же самое на сутки потом головные боли были такие моменты когда у людей аллергия да наркоз который у нас идет спинномозговой ставили общий наркоз было и такое видел разное что еще интересного было интересного было то что я общался с врачами и не только с врачами я там как бы все равно на костырях прогулки 4 раза по 15 минут плюс ты там бегаешь на перевязку ну как бегаешь хромаешь да на костырях смотрел кто лежит общался с людьми знакомился много детей было основные травмы у детей вот эти гироскутеры знаете да на двух колесиках каждый второй ребенок лежит со сломанной рукой из-за них мало того что после них жиреет то что ходить разучиваются я не знаю родители на это сиди я сам открою так еще и такие травмы серьезные руки ломают локти ломают там спицы им ставят кошмар каждый второй каждый второй ребенок а там их было прилично я лежал две недели за две недели я там видел много детей даже был такой период когда в нашей палате у меня двое детей сразу лежали с такими травмами на двух кроватях соседних вот как то так то есть ну не надо это все покупать детям не загоняйте их сами не травмируйте это уже ваша вина что ребенок упал с гироскутера сколько уж случаев знаю очень много спортсмены идут очень много идет у нас травмированных это пенсионеры бабушки у которых уже косточки грубки ну соответственно тут же можно какой-то совет определенный дать больше кушать молочных продуктов в том числе ряженки кефиры бифидоки и основной конечно это творог творог в вечернее время потому что он усваивается в вечернее время чтобы ваши кости были крепче по спортсменам это в первую очередь нужно приобретать наколенники специальные знаю гимнасты их используют ну волейболистов у них свои сейчас также в секции в своей карате я уже начинаю ну не то что требовать я им предлагаю хотите чтобы ваш ребенок не травмировался лишний раз купите наколенники сам использую наколенники хорошая вещь помогают они держат фиксируют так еще что из таких нюансов интересных нюансов много таблеточки нужно будет обязательно пропивать чтобы укреплять свои как раз ну представляете допустим у меня серьезная была операция у меня там часа полтора только там сверлили я наверное ссылочку под видео оставлю в интернете нашел пользователь спокойно подобные операции то что делали мне у меня есть фото непосредственно моего сустава какой он у меня был связки разорванные есть фото есть фото после операции когда все сшили и как многие lost metal по поводу ограничений по Ютубу. Я не хочу, чтобы мой канал блокировали из-за этого. В принципе, я могу много и так рассказать. Но я понимаю, что вам всем очень любопытно и интересно воочию увидеть, что ждет, особенно тех ребят, спортсменов, я знаю, моих друзей много, у которых практически такие же проблемы, как у меня. И вот я для них первопроходец, они ждут, как это все, чем у меня закончится. Для них, собственно говоря, в первую очередь, я это все видео снимаю. Я надеюсь, вы оцените мой порыв и приняете. Так, ну что, на этом, наверное, сегодня все. По вот этим всем нюансам восстановления и так далее, это все я буду дальнейшее видео снимать. Видео, говорю, уже много отснято. Это такой первый основной заход. В это же видео, наверное, вставлю вставки, как я ходил на МРТ и так далее. И, скорее всего, вот это видео я все раздроблю на несколько частей. А что еще? Ну и все, наверное. Ребят, подписывайтесь. За подписку с вас денег, напоминаю, ни копейки никто не возьмет. Ставьте лайк, я думаю, вам не сложно. Поддержите, помогите мне. Вот просто хорошим настроением. Не забывайте, что мы живем всего лишь один раз. Дай Бог всем здоровья. А, еще такой нюанс маленький. Как вы видите, у меня на последних роликах все время голова такая, как немытая, потная, да? Мыть бесполезно. 15 минут назад я ее мыл. Не знаю, потею. У меня температура постоянно 37-38. Сбиваю, не сбиваю. Я вот сижу весь мокрый. Не знаю почему, но вот неделю уже. В принципе, после операции, я помню, после операции первые две ночи я прям в луже просыпался. А там еще такие каталки интересные, которые с углами, наклонами и так далее. Они как термантиновые идут, да? И вот лежишь, вот просто на ней просто. И вот лежишь ты в луже. Просто реально в луже пота. И такая вот беда у меня каждую ночь и каждый день. Даже говорю, вот сегодня я задремал, все с меня прям под градом. Я сейчас весь мокрый. По мне, конечно, сильно не видать, но я честно скажу, с меня под градом льется. Возможно, это все-таки после операционного периода. У меня там сейчас определенное железо прирастает. У меня кости сверлены. Все это у нас какую-то дает нагрузку. Боль, я честно скажу, я испытываю постоянно. Это при учете, что у меня болел порог не как у всех. Я боль не так сильно ощущаю. Но я ее ощущаю, значит это больно. Опять же, уколчик. Либо таблетки обезболивающего. Но опять же, таблетка 4-6 часов всего 10, как и укол. То есть, потом опять начинаются эти все потуги. Прям тянет. Все, вы через это пройдете. Никуда вы этого не денетесь. По отзывам там лежал с ребятами, которые уже второе колено делали. И говорят, в принципе, бывает, что до полугода боли, боли, боли периодически. А потом вот просто как рукой снял и забыли. И вот кто-то там уже 5-6-7 лет назад делали операцию. Ну, более простая, не такая, конечно, сложная, как у меня операция. Более простая там по мениску в основном. И у них после этого, то есть, говорит, уже вот сколько прошло 7 лет, говорит, а я вообще про то колено забыл. И это пришел делать, потому что, говорит, я знаю, что я через полгода и про это забуду. В общем, настраивайтесь на операцию, кто к этому уже готовится, идет. Не идите так долго, как я шел. 15-17 лет это очень тяжело. Это постоянные травмы, это микротравмы, это постоянно вылет из тренировочного процесса. В нашем случае, особенно когда ты уже начинаешь тренировать, это вообще сложно. Это хорошо, говорю, что у меня сейчас уже вырастил своих тренеров, помощников. И мне есть кого попросить, подменить. Но по факту, говорю, нужно беречь себя, говорит, свои колени. Поэтому, еще одна из рекомендаций, я уже говорил, еще раз повторю. Любой вид спорта, любой вид спорта, неважно, каратэ, бокс, тэквондо, хоккей, волейбол, дзюдо. Купите детям сын на коленике и себе возьмите. Ну, пусть вы потратите там полторы-две тысячи. Я не знаю, я на Алиэкспрессе вам заказываю по 300-400 рублей. Ну, пусть потратьте вы их, но здоровье дороже. Я говорю, вот это посчитать, все, у меня тут уже за 30 тысяч. Еще такой нюанс. После операции многие, ну, нормально, адекватные люди, стараются благодарить своих спасителей, я это называю волшебниками, потому что они делают волшебство. Ах, а благодарить каким-то способом. Ставится нести, нести алкоголь. Коньяки, вина там дорогие и так далее. Ребят, ну не будьте дураками. Вы спаивайте врачей, вы спаивайте медперсонал. Если вы сами алкаши и у вас руки трясутся, то вы представьте, что сегодня вы за одну ногу принесли бутылку коньяка, а через 3-4 месяца привели вторую ногу делать. И этот же врач будет вам с трясущимися там руками после похмелуги, после вашего же коньячка, что-то там сделать. Представляете, какие могут быть последствия. Не убивайте, пожалуйста, наших врачей. Вообще никого не спаивайте этим ядом и этим отравом. Все прекрасно знают, как и категорически к этому отношусь. Но не будьте дураками. Не спаивайте врачей. Чем вы можете отблагодарить? Хороший кофе, хороший чай. Можете шашлычком хорошим отблагодарить. Не знаю, там сезонно, там арбузик, дынька. Да просто теплые слова. У меня по возможности тоже хорошая возможность была. Я являюсь президентом федерации Абаканской. У меня есть своя печать. Заказал дипломы, благодарственные письма. Поехали, купили рамки. Все это красиво оформил. Красиво вручил, поблагодарил. Ну, я видел, как это было приятно. Но не спаивайте вы наших врачей и наших волшебников. Не делайте вы из них уродов. В общем, получился у нас вот такой вот длинный предварительный обзор. Я не знаю, как мне поступить. Я понимаю, что больше 10 минут у нас люди усваивать информацию не могут и будут большую часть проматывать. Опять же говорю, те ребята, которые планируют сделать операцию на коленях и вообще, может, любую какую-то другую операцию прослушать. Все то, что я рассказал. То, что это опыт бесценный. И пока сам не пройдешь, полностью не прочувствуешь. У всех это все. И все равно будет индивидуально. Я какие-то общие черты рассказал, общие какие-то моменты. И все же, и все же, и все же, и все же. Что я могу сказать? Берегите свое здоровье. Берегите свое здоровье. Берегите своих близких. Не ругайтесь. Больше проводите времени на свежем воздухе. Гуляйте. Подписываемся. Ставим палец вверх. Еще раз говорю. За подписку денег с вас никто ни копейки не возьмет. Можете колокольчик не ставить о новых уведомлениях по видео. Спасибо вам большое за то, что вы меня смотрите. Спасибо мне за то, что я вам что-то полезное, может быть, дам. А может быть, вы мне что-то напишите в комментариях. Не забывайте комментировать. Может, у кого-то были подобные операции. Пожалуйста. Опишите. Обсудим вместе. Порешаем. Еще скажу одно. Всем пока. Да, удачи. Устал я. Устал. Пока-пока.